Сказывай, чё мы вообще? Всё, говорю. Йоу! Здарова! Мы на победе! Сегодня снимаем для вас видос про скейтстав. А именно, отжали мы у сквата, короче, колёса. Вот эти, красивые. О, Р, П, С, Эс, П, С. Ор, Б, С, Пес. Короче, колёса, Орбс. До чем? Welcome to Skateboards. Все очень много спрашивают про эти колёса. В магазе постоянно заходят чуваки и говорят, типа, почему эти колёса стоят дешевле, чем там всякие Бонс, Слоу-Джей, Спитфайр, типа, и, ну, и как бы дороже, чем обычные какие-то классические колёса, типа, там базовые Блайн, там те же самые Пик, и Машин, вот. Вот, и мы, в принципе, сейчас как бы пришли вот на победу, на легендарный московский спот, чтобы, типа, понять вообще, что это за колёса, стоит ли их покупать, и вообще, чё, кого, как они работают, как они себя покажут. Вот, взяли такие колёса. У них прикольная команда, там есть чуваки, типа, как Дилан Виткин, за них сейчас катаются Куэлли Даффил, и, кстати, есть в наших магазах его про-модель, такой розовый классической его эмо-расцветки. И я вот взял колёса Орбс 56-е, они 99А, они подороже, стоят 3200, потому что, наверное, это про-модель. Это про-модель Шона Хейла, чувака, который катается за Бёрдхаус и за Нью Бэланс. Вот, у Лёхи колёса... Лёха, сам скажу, ты чё? Я, короче, ничего не готовился, как Женёк. Он чё-то начинает. Я понятия не имею, что это за колёса. Судя по цене, они должны быть лучше, чем всякие дурацкие колёса от компаний, которые не специализируются на колёсах. Но они должны быть в два раза хуже, чем там Спитфайр. Я катаюсь на Спитфайрах. Как бы это самые лучшие колёса, многие со мной согласятся. Я тоже катаюсь на Спитфайрах. Короче, и вот мне чё интересно, они стоят почти в два раза дешевле. То есть они в два раза хуже, или это всё-таки всё маркетинг и всё херня? Посмотрим, как они проскальзывают, как они вообще едут. Потому что Спитфайры у меня всегда были 99, и мне очень нравится, что они мягкие и проскальзывают. Вот. А эти как бы тоже 99. И посмотрим, насколько же они мягкие и насколько они проскальзывают. Вот. А колёса, короче, я не знаю. Это, наверное, не про модель. У меня просто синенькие. И подшипники мы в них воткнём вот такие. Санкционочка, короче. Бронсон Роу. Кто не знает, это подшипники без пыльников. Там внутри тефлоновое напыление. Короче, они должны быть клёвые. Посмотрим. Главное, они стильные, модные и молодёжные. Ну чё, привиденьки. Да, и поймём, типа, кого, чё колотило, почему они тоже, опять же, стоят дороже, чем типа G3. При этом тут, типа, нет пыльников. И будут ли они дольше, типа, работать, как G3. Вот. Ну и всё вам расскажем, когда покатаемся. У меня, кстати, подшипники сейчас Бронсон Керамикс, которые сейчас с огнём не сыщешь. Но они стоят 8 с лишним. Там что-то 8-100, что ли. Вот. А на этих, вон, даже ценник есть, 4-100. То есть, получается, в два раза дешевле. Посмотрим, как они едут. Лучше, хуже. Как бы узнаем всё. По идее, они должны ехать так же, как керамика. Ну, мне так кажется. Керамика просто дороже за счёт того, что там керамические шарики. Остальное всё фигня. Ну, такая же фишка в том, что, типа, их не надо особо раскатывать. Типа, ты их надел, и они сразу, короче, хорошо едут, короче. А какие надо раскатывать? У меня все офигенно едут. Да? Да? Не, ну, надо. Не берите подшипники дешевле, чем за 2,5 тысячи, и всё, у вас будет всегда ехать, и ничего у вас не будет ломаться. Не будете стрелять подшипник на спотах. Всё, кайф. Давай распакуем, короче. Хорош, балаболь. Давай покатаемся. Короче, да, будем менять. Да, да, а чё? Блин, вот в этом плане, смотри, подвески Ace. Это то. Чувак, просто тебе нужно поменять колёса. Ты просто берёшь и откручиваешь эту гайку, и всё, и потом закручиваешь. Нет у тебя проблем вот с этим. Там оси, моси, обожаю Ace. Ace красава. Просто смотри, какие. Ну, они очень красивые. У них даже... Вау. Чувак, они так быстро едут, вообще мясо. Слышно? Как приятно, да? Да, она-то Феррари, знаешь, типа, в виде подшипника. Реально, вот. Ну, обычно, знаешь, подшипник... Я про это и говорю тебе, что их не надо. Типа, они вот, ты колесо надеваешь, крутишь, и она, типа, супер быстро едет. У меня был такой чувак в тамбове, который не мог на досках кататься. Ух ты, нифига какая. Она качественная, слёдка. Вау. Ааа. Ну, без этого никак. Чего, алгорай. В любом видосе про колеса должно быть вот это, типа, а как вы ставите колесо? Рисунком внутрь или наружу? Вы ставите рисунком внутрь или наружу? Жнёк, ты как поставил? Я поставил наружу, мне хочется так. Мне надоело внутрь ставить. Серьёзно? Не, я не из этих. Я никогда не ставил рисунком наружу. Ты смотри, как красиво. Смотри, как леет. А, ты поставил. Ну, кстати, слушай, у тебя прикольный рисунком наружу, потому что они у тебя чёрные. Да. Но только тогда какой понт был брать чёрные? Да, чувак, я хотел чёрные колёса. Обычно. Да. Да. Я не скейтер, я скейтбордист, поэтому люблю, когда, знаешь, от всех приятно пахнет, там, все чистенькие, там, носочки меняют каждый день, там, трусики. Какая? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Тихо-хе-хе. Тихо-хе-хе-хе. Это был уротик, может ничего? Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну, не приходится, в принципе, ну, и такого позиционирования у бренда нет, они стоят дешево, как бы Да, типа, многие думают, что колеса должны прожить, типа, там, 2-3 года, как бы Если, типа, чувак, ты молодой, ты не работаешь и катаешься каждый день, то, типа, понятное дело, тебе никаких колес на год не хватит Ты, как бы, Spitfire сотрешь Типа, если у тебя, грубо говоря, там, доска живет месяц, там, полтора, колеса живут, там, сезон, подвески, там, 2-3 сезона живут Это круто, типа, это уже кайф Как бы, не надо невероятных каких-то ставить преград этим, короче Ты как будто сам на себя обиделся Ну, короче, блин, вы поняли, блин Да все, они поняли, чувак, короче, топовые колеса за свои бабки, все кайф Колеса хорошие, нам понравились, покатаемся, расскажем вам в дальнейшем, может, в Инстаграме, там, в сторис выложим Я говорю, я покатаюсь на них месяцок Если вам интересно узнать потом, через месяц, мое мнение об этих колесах И посмотреть, как они внешне выглядят и как они изменились Напишите об этом в комментариях И в одном из следующих видосов, там, через месяцочек, мы где-нибудь сделаем такую маленькую вставочку Как все показывают, она будет здесь, там, тут, типа где-то тут, наверное, вот где-то вот здесь она будет Вот, вставочку мы покажем колеса, как они выжили через месяц после моих дурацких пауэрслайдов и слэпи-трюков Вот, ну, короче, пишите об этом Если видос вам понравился, с нами, типа, пишите в комментах, что бы вы хотели, чтобы мы еще, на что бы вы еще хотели, чтобы мы сделали обзор И мы сделаем этот обзор, если вам понравились, с нами обзор Вон, например, затравочка, смотри, есть доска, твинтип Кто не знает, это шейп доски, когда нос и тейл абсолютно одинаковые У меня есть эта досочка, велкам На, пушка-гонка, если хотите увидеть, как мы на ней угораем и делаем поп-шовит за поп-шовитом А лучше в рампе, мы бы покатались в ней в рампе какой-нибудь А лучше в фэке поп-шовит за фэке поп-шовитом Да Тоже напишите об этом в комментариях, киспек Мы бы ее затекли в рампе, это было бы клево Какой-нибудь Ну что, все? На этой позитивной ноте мы с вами прощаемся, но ненадолго Спасибо, я не хочу, заходите в шквот, мы вас всех любим, ё-пиз, мир Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова